МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Гомичина славится своими крупными промышленными предприятиями, которые вносят значительный вклад в развитие экономики области и страны. К примеру, Калинковический мебельный комбинат в настоящее время является одним из ведущих в своей отрасли производства. Основной ориентир предприятия – выпуск продукции высокого качества по доступным для населения ценам. Достигается это путем внедрения и применения современных технологий. Производственный процесс в цехах комбината осуществляется на оборудовании ведущих мировых брендов с использованием преимущественно отечественных материалов. Сегодня Калинковический мебельный комбинат выпускает широкий спектр мебели. Продукцию предприятия уже по достоинству успели оценить жители крупных и малых городов Беларуси, а также соседних стран. Практически во всех регионах России, Казахстана, Кыргызстана также осуществляем поставки в Латвию, в Эстонию. Заключен контракт с польской компанией, которая будет представлять нашу мебель на многих рынках Европы и Ближнего Востока. Также заключается контракт с немецкой компанией, куда тоже планируется поставляться наша продукция. Ассортимент, выпускаемый Калинковичским мебельным комбинатом продукции, обновляется ежемесячно. И это несмотря на то, что сам процесс внедрения новинок в производство достаточно трудоемкий. Сначала специалисты разрабатывают эскизы и конструкторскую документацию. Затем создаются опытные образцы. Их оценивает экспертная комиссия, учитываются все вносимые коррективы и только после этого производство новой мебели ставится на поток. Встретить продукцию комбината сейчас можно в различных непродовольственных торговых объектах нашей страны. Однако самый большой и пока единственный фирменный магазин площадью 1300 квадратных метров разместился в Калинковичах в тесном соседстве с предприятием. Здесь представлен самый полный ассортимент товаров, практически вся палитра, выпускаемой комбинатом мебели. На сегодняшний день пользуются популярностью прямолинейные лаконичные формы, мебель с европейским уклоном в дизайн, все просто и со вкусом. Также мы готовы выполнить любую мебель под заказ, под личные потребности покупателей. Все, что хочет покупатель, мы можем сделать. Что касается продукции на заказ, выполняемой мебельным комбинатом, наибольшим спросом пользуются кухни и шкафы-купе. С каждым клиентом опытные специалисты работают индивидуально, помогая подобрать продукцию, исходя из их личных предпочтений и возможностей. Изготовление заказа осуществляется в кратчайшие сроки. Как правило, на это уходит от двух до четырех недель. Мы рассказываем, какие материалы подешевле, какие подороже, какая фурнитура. Человек тоже иногда кто-то хочет подешевле, кто-то хочет подороже. Фурнитура у нас вся хорошая, качественная, просто есть разная ее стоимость. Мы обсуждаем эскизы, подсказываем, какие лучше шкафчики поставить, какие может быть по функциональности. Некоторые приходят уже со своим проектом, которые непосредственно знают, чего они хотят. Потом мы обсчитываем заказ. Происходит у нас общение в течение трех дней. Звоним покупателю, сообщаем стоимость. Если человека стоимость устраивает, то он вносит предоплату, мы заказ отдаем в производство. Если не устраивает, он просто отказывается за просчет стоимости, он не платит. Калинковический мебельный комбинат постоянно повышает качество своей продукции. Сегодня это главный критерий для предприятия, а потому здесь действует строгий контроль, который ведется в ходе всего производственного процесса. Все это позволяет вносить значительный вклад в социально-экономическое развитие Калинковического района. Наравлянский спецлесхоз в экономике района занимает важное место. В настоящее время на предприятии трудится около 220 человек. Многие из них – потомственные работники отрасли, благодаря которым на протяжении долгих лет формировались уникальные лесные культуры. Основное – это, допустим, посадка лесных культур. Мы ежегодно высаживаем 230 гектаров леса. На следующий год планируется 270 гектаров леса. Мы принимаем земли, бывшие сельхоз земли, которые принимают, сейчас не используются. По тех иных причинам мы принимаем лесхоз, занимаемся облечением этих земель, проводим рубки ухода. Кроме воспроизводства и охраны леса в сфере деятельности работников предприятия – заготовка и переработка древесины. Продукция реализуется как населению по заказам, так и различным организациям. Около 30% пиломатериалов направляется за границу. Среди торговых партнеров – Швеция, Польша и страны Прибалтики. Вся выручка от продукции, учитывая внутренний и внешний рынки, ежемесячно составляет более 300 тысяч рублей. Планируем все-таки в нынешних экономических условиях, то есть долю выручки, конечно, надо увеличивать именно экспортной, с целью снижения затрат, себестоимости, накладных всяких затрат, то есть как-никак экспорт, то есть это живые деньги, поступления и стабилизация экономики предприятия. То есть планируем за счет увеличения отгружаемых, наверное, лесопродукций и пиломатериалов. Для этого планируем увеличить число вагонов и количество пиления пиломатериалов на экспорт. Несмотря на особенности работы в постчернобыльском районе, Наравлянский спецлесхоз довольно успешно развивается. Приобретается современная техника, внедряются новые технологии, улучшаются условия труда специалистов. К слову, созданию комфорта на рабочих местах уделено особое внимание. За последний год были проведены ремонтные работы во всех лесничествах, производственных цехах и бытовых помещениях. Руководители уверены, если сотрудники предприятия будут себя уютно чувствовать, это отразится и на экономических показателях. Создание комфортных условий является важным и в работе с молодыми специалистами. Нечасто молодые люди хотят осваивать полученную профессию в сельской местности. И, как правило, после отработки в поисках лучшей жизни уезжают в города, что зачастую создает дефицит кадров на местах. В Наравлянском районе с этой проблемой не сталкиваются. Здесь довольно высокая закрепляемость – более 70%. Руководство района создает возможности для того, чтобы молодые люди могли себя реализовать как в общественной жизни, так и в различных творческих начинаниях. Плюс, что является основополагающим фактором – помогают жильем. Кроме этого, проходят встречи с молодыми специалистами, на которых определяются существующие проблемы и путь их решения. Перед встречей с молодыми специалистами была проделана определенная работа. Мы совместно с Белорусским Союзом молодежи проводим анкетирование, встречи молодежного информационно-пропагандистского центра. Потом выясняем работу, сложилась работа с коллективом, не сложилась, какие проблемы возникают у молодых специалистов. Потом это все выносим на заседание первого заместителя. Вопросы стараемся по возможности решить в кратчайшие сроки и тем самым подготавливаем молодежь непосредственно к встрече с самим руководством района. В Наровленский район этим летом по распределению прибыло 53 молодых специалиста. Большая часть направлена работать в социальную сферу – образование, культуру и здравоохранение. Надежда Галаганова после окончания Гомельского медицинского университета проходила интернатуру в областной больнице. А этим летом приехала в Наровлю. Как отмечает девушка, перед распределением практически не имела никакой информации о будущем месте работы, условиях жизни в регионе и перспективах карьерного роста. Однако всего четырех месяцев хватило, чтобы освоиться в новой для себя среде. И уже сейчас Надежда признается, что после двухлетней отработки, возможно, останется в Наровле. Причин для этого много. Хорошая квартира рядом с работой, достойная заработная плата, а главное – интересная и любимая работа, которая позволяет постоянно совершенствовать свои профессиональные навыки. На районе получаешь очень много опыта, потому что в основном сидишь один. Очень много пациентов поступает с различными политравмами. То есть тут независимо, тут не делится. Например, только легкие смотришь. Тут и кости, и возрастной состав разный. То есть от более младших возрастных групп, детки, даже как бы новорожденных смотришь. Нравится здесь очень работать. Обеспечили жильем сразу, как молодого специалиста. Квартира очень хорошая, как бы даже не ожидала. Новая, в новостройке. Примерно здесь недалеко, то есть от больницы ходить. Александр Кохан, уроженец Наровли. После окончания Мозырского университета вернулся на малую родину, работая с учителем истории в местной гимназии. О том, чтобы уехать в крупный город, молодой специалист никогда не задумывался. Говорит, что и здесь созданы все условия для занятия любимым делом. Хорошая материально-техническая база, понимание и уважение коллег, которые всегда готовы оказать необходимую помощь. И самое важное – целеустремленность детей, что позволяет реализовать свои профессиональные амбиции. У молодых специалистов, только пришедших на работу, сталкиваются с различными трудностями. И без помощи коллектива и руководства своего справиться с этими трудностями довольно тяжело. А если же тебе помогают, то эти проблемы становятся незначительными. Значительная работа на территории Наравлянского района проводится и с молодыми семьями, особенно в сельской местности. Вот уже несколько лет в Беларуси проходит конкурс «Властелин села», организатором которого выступает Белорусский республиканский союз молодежи. Среди его задач – закрепление молодых семей в агрогородках и деревнях, укрепление семейных ценностей, а также развитие творческих способностей. Самое главное – показать, что каждая семья по-своему уникальна. У каждого могут быть разные успехи и достижения в жизни, но всех объединяет чувство любви и ответственности друг за друга. Работа с молодыми семьями, как работа на селе, как и в городе, она является неотъемлемой частью реализации государственной молодежной политики, поэтому мы работаем с молодыми семьями на селе, в городе. И вот один из таких проектов «Властелин села» – это как раз поддержка одаренных талантливых молодых семей. В этом году на областном этапе мы заняли почетное второе место, чему я несказанно рада. У нас семья была действительно сильная, достойная, я считаю, как всегда, лучшая. На Равлянский район в этом году на областном этапе представляла семья Сазанчук, которая проживает в агрогородке Киров. Дмитрий и Елена – очень активные люди. Они всегда принимают участие в творческих конкурсах и спортивных соревнованиях. Тем более, что и сфера их деятельности творческая. Оба работают в местном доме культуры. У нас вообще-то семья вся творческая. У нас я люблю петь, танцевать. Муж занимается резьбой по дереву. Дети у нас тоже на разных кружках. Так что мы решили из того, что мы все как бы умеем, мы решили поучаствовать. В семье Сазанчук вспоминают. Хоть у каждого и присутствовало небольшое волнение перед конкурсом, в своих силах были уверены. Потому что, говорят, всегда друг за друга стоят горой. А это и является основным ключом к успеху. Мы участвуем. Постоянно в конкурсе проходит «Квитнеевый лес». Я с сыновьями второй год участвую. Первый год у нас было первое место. Дали подарок и грамоту. В том году мы отозывали вместе второе место. Молодая семья с оптимизмом смотрит на все возникающие проблемы и жизненные трудности. Говорят, главное их не бояться. И тогда все можно преодолеть. Свою формулу успеха нашли и в Козелужской средней школе Хойникского района. Последнее время здесь активно стали заниматься проектной деятельностью. Шесть лет назад подали две заявки на конкурс проектных инициатив ООН. В результате школа получила гранты на замену окон, а также на приобретение спортивного, музыкального и туристического оборудования. Это позволило соорудить в учреждении тренажерный зал, где могут заниматься не только школьники, но и местные жители. Причем совершенно бесплатно. Главное условие реализации проекта – его некоммерческое использование. Учителя решили успех закрепить и принять участие в новом конкурсе. Фонд известной теннисистки Марии Шараповой объявил прием заявок на выделение финансовых средств для строительства теннисного корта. Козелужская школа была признана лучшей, и уже летом на ее территории появится новый современный спортивный объект. Общая стоимость которого составляет 43 тысячи долларов. На данный момент в планах администрации школы реализация еще нескольких интересных проектов. В рамках проекта международно-технической помощи расширения экономических возможностей в сельской Беларуси также нами подана заявка полгода назад, и в настоящее время мы получили первый транш денег на то, чтобы мы могли создать школьную бизнес-компанию, учреждение. Это новая, конечно, новый вид деятельности для нас. Это будет открыта фотостудия. Не только там будут фотоуслухи, но и приобретено оборудование для сублимации. То есть мы можем распечатывать, точнее, наносить наклейки на майки, кружки, на различные инвентары. Успех в любой сфере зависит не только от мотивации и стремления трудящихся, но и от качественной учебной подготовки в учреждениях образования. В Хоникском районе уверены, для того, чтобы значительно повысить качество знаний своих учеников и, как следствие, сделать их более конкурентоспособными в будущей профессии, необходимо принимать активное участие в олимпиадном движении. Одна из таких черт олимпиадного движения – возможность на уровне гимназии любого учреждения образования прощупать всех детей. И задача такой олимпиады – выявить крупинки, которые вот такие вот, крупинки благородных таких камней, которые могут заблистать потом далее. Так их видят, так увидели мы, так можно увидеть детей на уровне района, области, республики. Дарья Живняк давно участвует в олимпиадах и уже имеет немало дипломов. В этом году проверит свои силы в олимпиаде по русскому языку и литературе. Подготовке девушка уделяет несколько часов в день. После занятий с педагогом немало времени уходит на самостоятельную работу. Усиленная подготовка должна повлиять не только на успешное выступление на олимпиаде, но и поспособствует дальнейшему поступлению в университет. Времени отнимает много, но я думаю, что это полезно для меня. И сейчас, когда я готовлюсь к ЦТ, оно связано. Какие-то слова, исключения – это помогает. Всего на районном этапе республиканской олимпиады Хоникскую гимназию представят 34 учащихся, многие из которых уже имеют опыт выступлений. Учителя уверены, что ребята достойно представят родную гимназию и выйдут в следующий, областной этап. Главное – продолжать усердно готовиться. Большое значение мы придаем самостоятельной работе, потому что в 11 классе они уже имеют навыки самостоятельной работы и могут самостоятельно готовиться к олимпиаде. Конечно, это надо тоже систематизировать учителю, под руководством учителя, но тем не менее это имеет место. Ну и в свободное время, внеурочное время – это все время подготовки к олимпиадам. С особым трепетом гимназия относится к духовному наследию. Здесь уверены, что прививать любовь к православной культуре необходимо с раннего детства. Каждую третью субботу месяца здесь проходят занятия по духовно-нравственному воспитанию. Периодически на встречи с учащимися приходят и священнослужители. Мы включены в инновационную площадку Министерства образования по внедрению моделей духовно-нравственного воспитания учащихся 10-11 классов на православных традициях белорусского народа. Мы разрабатываем свои планы-конспекты занятий по основам православной культуры, опробируем предложенные программы, которые составлены совместно с Центром преподобной Евразивной Полоцкой православного просвещения и Министерством образования в рамках этого проекта. Ну и надеюсь, что опыт будет полезен и другим подобным учреждениям образования нашей Беларуси. Второй год в гимназии проходили и районные покровские образовательные чтения. Специально к этому событию подготовили выставку работ на православную тематику. Причем многие из них выполнены учащимися начальных классов. Кроме этого, были выступления представителей церкви, учителей и гимназистов о современных проблемах духовно-нравственного воспитания и путях их решения. На данный момент это актуальная тема, да и во все времена это была тема достаточно актуальной, потому что сейчас на самом деле многие дети, они чтению предпочитают интернет и так далее, однако я считаю, что так быть не должно. О воспитании подрастающего поколения также говорили и во время выездного заседания постоянной комиссии по социальным вопросам Гомельского областного совета депутатов. Правда, речь шла о детях, которые имеют особенности психофизического развития. Участники заседания посетили Улуковскую вспомогательную школу-интернат. Атмосфера на уроках, как в любой обычной школе. Одно отличие – детей всего трое. Самый же большой класс состоит из восьми человек. После окончания у Луковской вспомогательной школы-интерната подростки получают не аттестаты, а свидетельства, которые позволяют продолжить учебу в лицее или колледже. В программе у детей общий образовательный предмет – это и математика, и география, и история, и физкультура, и трудовое обучение. Но, конечно, учитывая специфику нашей школы-интерната, основной упор здесь все-таки на трудовое обучение. Трудовое обучение – это единственный предмет, по которому дети, заканчивая школу, сдают экзамен. В Улуковской школе обучается 120 детей. Учителя делают все для их социальной адаптации и развития способностей. Дети выращивают овощи, занимаются изобразительным искусством, музыкой и танцами, а также регулярно тренируются в спортивном зале. А в отделении постинтернатной адаптации, которая напоминает обычную квартиру, их готовят к самостоятельной жизни. Здесь воспитанники учреждения под пристальным наблюдением взрослых учатся готовить себе еду, наводить порядок, оформлять интерьер и даже рассчитывать свой бюджет. Кстати, и после того, как дети покидают интернат, они не остаются без внимания учителей. После окончания школы наши дети два года находятся на патронате. То есть наши учителя, социальный педагог ведут работу, ведут с ними очень тесное взаимодействие. Они их отслеживают, где они учатся, где они работают по окончании. И если у них складываются какие-то трудности в переходе после училища или лицея на работу, то здесь, конечно же, подставляется плечо. Депутаты областного совета детально ознакомились с условиями обучения и проживания. Они посетили выставки творческих работ воспитанников интерната, увидели, как проходят занятия и как дети проводят свободное время. Была отмечена огромная работа, проводимая учителями. Однако есть замечания по материальной базе. По мнению депутатов, необходимо, чтобы техническая оснащенность подобных учреждений ни в чем не уступала городским школам. Коллектив прикладывает здесь просто колоссальные усилия. В тех условиях, которые есть, конечно, хотелось бы, наверное, еще больше и лучше создавать условия в таких учреждениях. Немножко пристальнее обратить внимание всем заинтересованным структурам, которые имеют отношение к данной проблеме. Тогда, я думаю, вопросы и социальной адаптации, и вопросы социального сиротства, в том числе, будут решаться намного проще и результативнее. Большое внимание в регионе приковано и к развитию культуры, а также сохранению исторического наследия. К примеру, в Наровле возрождать интерес к белорусским промыслам призван районный центр «Реносел». В учреждении обрели популярность среди местного населения такие виды искусства, как соломоплетение, художественная вышивка, резьба по дереву и многие другие. Мы занимаемся возрождением традиций и также продолжаем современные направления, потому что интересуются наши дети, которые занимаются в центре ремесел. Ну и чтобы не отставать уже от современного творчества. Из возрожденных ремесел, которые мы продолжаем, у нас вышивка очень развита на Наравлянщине. Почти что в каждой деревне есть мастерицы-вышивальщицы, которые из молодости когда-то кто-то вышивал и до сих пор этим занимаются. Через орнаменты на изделиях наравлянские мастерицы передают настроение и свою любовь к искусству. Основой для вышивки, как правило, является рушник. Этот предмет домашнего обихода издавна занимал важное место среди расшитых вещей местных жителей. Рушник был необходимым атрибутом свадебных и семейных обрядов, украшением дома. Основой для вышивки также могут быть покрывало, скатерти, салфетки, созданные различными способами плетения и вязания. Также у нас очень хорошо развито соломоплетение и аппликация. Почти все мастера в центре ремесел умеют плести соломку. Много ходит детей. Обучаем, занимаемся, выставляем свои работы. Еще одним видом народного декоративно-прикладного творчества, которое активно возрождают в центре ремесел, является вытянанка. Это создание узоров из бумаги. В Наравлянском районе вытянанкой занимается Юлия Каврус. Сюжеты для работ, как правило, заимствуются из белорусской мифологии и фольклора. Как утверждает специалист, для того, чтобы заниматься такой деятельностью, необходимо усидчивость и внимательность, так как этот труд достаточно кропотливый. Целенаправленную работу по сохранению культурного наследия проводит и Наравлянский историко-этнографический музей. Учреждение обладает богатой коллекцией документов по истории района разных периодов. Фонды музея периодически пополняются и научной литературой. В этом году, к примеру, новые экспонаты появились благодаря известным уроженцам Наравлянского края. Прославленные ученые и писатели Алексей Сазанчук, Владимир Бастун, Алексей Яченко, Эдуард Зборовский и Василий Гнатенко передали в Дармузею свои работы. Это сотрудничество, которое налаживалось буквально с первых дней открытия музея. Мы вели переговоры, приглашали их по возможности на мероприятие. И то, что музей получил, это результат плодотворной деятельности наших земляков и сотрудников музея. Каждый сотрудник, к слову сказать, у нас курирует то или иное направление. И ему поручено осуществлять деловые связи и переговоры о передаче научных трудов с тем или иным человеком. Славится своими талантливыми людьми и Хойникский район. Здесь, в агрогородке Сутково, свою артистичность и неувидающий задор демонстрируют уникальный самодеятельный коллектив «Песни над Полесьем». В 2012 году ансамбль получил звание народного. Тогда он насчитывал более 20 человек. Однако со временем многие из них в силу возраста не могли быть полноправными участниками коллектива. Тогда было принято решение создать еще один ансамбль, который бы объединил молодежь и людей более старшего возраста. Мы стараемся более молодой коллектив образовывать, потому что мы стремимся вперед. Работали только под баян со старым коллективом. Ну, а здесь мы уже пишем свои фонограммки. Нам нравится. Мы объехали и область, можно сказать, и за пределами области нашей были. Несмотря на разницу в возрасте, все участники коллектива одинаково хорошо справляются со своими творческими обязанностями. На сцене они демонстрируют высокую слаженность и уже готовы покорять музыкальные вершины. Ансамбль «Жневу» был создан менее года назад. Однако уже предстоящей весной его участники попробуют защитить звание народного. ПЕСНЯ ПЕСНЯ Всегда к тому стремлю, чтобы вот такие коллективы создавать на профессиональной основе. Потому что есть все-таки какие-то разницы в образовании, разница в какой-то практике, наверное, рабочей. И всегда двери открыты, зазываем, приглашаем. Людей есть у нас, ходят вот на данный момент с деревни Козелужи там и гармонисты. Взошли люди, пенсионеры, но хотят научиться играть. Приходят, я их учу, обучаю, мне приятно. Но они вечерами появляются. Но основная, конечно, задача – это дети. Подобные коллективы в регионе не редкость. И останавливаться на достигнутом здесь не собираются. В вопросе развития и популяризации белорусской культуры предстоит еще немало сделать. Это касается всех направлений. От создания новых творческих объединений до привлечения молодежи. Однако главное, что люди, проживающие на территории района, гордятся своим историческим прошлым. А это значит, что оно не будет забыто и в будущем. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова